Есть ли Турция за пределами пляжного отдыха? Есть ли Анталия неожиданно за пределами отелей All Inclusion? Миллионы туристов из России каждый год приезжают в эту страну отдохнуть и бесконечно обсуждают звездность отелей, шведский стол, что угодно, но не вот это. Каково же было мое удивление, когда по запросу Анталия Яндекс картинки показали не только аэропорты и отели, но и фантастический обрывистый берег с домами прямо над пропастью, водопад сразу в море, средневековые улочки как будто из кино и яхты с мачтами на фоне крепости. Ого! И это город, о котором многие говорят только не в Анталию? Мы немного скорректировали свои планы и решили сами посмотреть на одну из жертв стереотипов. Не знаю, как ваши, а мое мнение о Турции, похоже, до сих пор просто в заложниках у самых разных клише. В Анталии мы практически проездом, всего лишь на один день здесь останавливаемся. И чтобы, ну, хоть как-то погрузиться и успеть узнать как можно больше, решили заказать экскурсию частную с гидом, то есть не групповую, ни под кого не подстраиваясь. Если честно, первый раз будем гулять вот таким образом и таким образом изучать город. Ну что, давайте познакомимся с Аней. Аня из тех, кто решил променять Москву на город у моря. Здесь у нее семья и свой бизнес. Каждый день Локали открывает таким же туристам, как мы, неожиданные стороны Анталии. Той самой, что без all-inclusive шведского стола. Перед дверью снимают обувь. И раньше для того, чтобы обувь счистить, зайдя во двор, делали вот такой вот ряб и выкладывали. Хошгадь, если добро пожаловать, такими камушками специально перед входом именно во двор. Чтобы когда человек зашел, он вот так вот смог счистить об эти камушки ножки. Район Калеичи – это портал во времени, старый город Анталии. Название означает «внутри крепости», «за городскими стенами» и сейчас очень атмосферно, аутентично. Конечно, исторический центр максимально туристический, но при всем этом как-то получается сохранять то, что называют особым духом. Внимание деталям. Например, многие дома здесь имеют не только номер, но и собственное имя. Название улицы, дом и название дома. И, скорее всего, в паспорте на дом у него будет так написано. Килинчар Сан Махалеси, 32-я улица. И название дома там «Урну Ф». Название дома по имени войдет все. Круто, удобно. Если идешь в гости, забыл, как зовут хозяина, так посмотрел. Этот район, этот средневековый город в городе практически пешеходный. Тут надо блуждать, тут надо сворачивать, уходить с каких-то оживленных улиц в узкие переулки. Смотрите, какое уютное здесь место, какая приятная атмосфера, необычная, неожиданная. Ну и здорово, что в этом городе практически нет никакого транспорта. То есть могут проехать на автомобилях или на мотоциклах, например, на мопедах. Те люди, которые тут живут, пропускают за шлагбаум такси, а вот просто любой желающий сюда уже не попадет. Парковка перед въездом, перед шлагбаумом. Тут место все отдано туристам, пешеходам. Калейчи кажется не таким уж большим, когда смотришь на карте, но как только заходишь внутрь и начинаешь сворачивать в переулки, то понимаешь реальные размеры старого города. А если еще во дворики заглядывать, здесь вообще можно надолго зависнуть. Мы же зависли в мастерской художника. Меня привлек стенд с красивыми открытками. Эмер Гюнгер переехал в Анталию из Инкары и уже 27 лет вдохновляется местными пейзажами. На его холстах и религиозные сюжеты. Неожиданно мусульманин изображает в том числе христианских святых. Считает, что Бог единый, тут нет повода для противоречий. Показывает нам свой личный разговорник, приветствия на разных языках, какие-то фразы. Турки просто поражают желанием найти общий язык с каждым. Тяжело. 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 Воскресенье выходено. Говорит по-русски тяжело. Отлично. Художники удивительные люди. Мне с ними всегда хорошо. Надеюсь, хорошо будет и тем, кому отправлю авторские открытки из Каличи. Город за пределами городских стен не превращается сразу в тыкву, а по-прежнему остается очень даже симпатичным. Мы, кстати, вот идем вдоль пути. Это ретро-трамвай. Тут ходит по городу, очень симпатичный. И сейчас он уезжает от нас. Тут по-прежнему зелено, тут по-прежнему много фонтанов, воды и очень много ресторанов. Разговор о еде начнем разговором о напитках. Уверена, вы точно слышали о кофе по-турецки. Возможно, пили его. Но это не особый вид зерен, а способ приготовления напитка. Наливается вода, она должна быть обязательно холодная. Турецкий кофе также можно заказать с кардамоном добавление или просто классику жанра чистый. И всегда, когда вы приходите в кофейню, вас спрашивают с сахаром или без перед заказом, потому что сахар добавляется именно во время варки. Будем дегустировать кофе по-турецки. Его приносят вот в таких чашечках, которые закрыты. Подают с водой и конфетками. Так, ну что, попробуем. По запаху чувствуется, что очень крепкий, кажется. Да, крепкий. Ань, вот вы уже 6 лет живете, да, получается, здесь, в Турции. Что вы посоветуете попробовать из турецкой кухни? Насколько она отличается? И что вот обязательно туристу надо продегустировать? Обязательно стоит попробовать турецкие супы, которые называются чорбы. Целый культ. И есть большое количество супных. Конечно же, вкусный, но в то же время на любителя суп келепача. На основе бараней головы и ножек. Мереджемек. Знаменитый суп из красной чечевицы с добавлением сушеной мяты. И также иногда столько лимона. Его подают тоже очень вкусный. Вообще все супы в Турции пюреризированы. Их стоит попробовать. Из-за стритфуда я бы порекомендовала кокуречь. Это внутренние потрошки баранины, которые готовятся на вертикальном вертеле. И все это после смешивается мясо со специями, с болгарским перцем и подается в булочке. А также стоит попробовать кебабы. Но турецкая кухня, она на самом деле не только мясная. Можно и морепродукты попробовать. Есть леврек, чупра, очень вкусные рыбы. А также хамси, это маленькая мойва, мы ее так называем. Но есть определенный способ приготовления. Готовят в кукурузной муке, обваливают и обжаривают на двухсторонней сковороде специальной. Турки и местные жители вообще отдают предпочтение этой маленькой рыбке. В зимнее время можно попробовать вкусный напиток салеп. Такой кисломолочный, сладкий напиток с добавлением корицы. Как и где искать гида в Анталии? Мы с вами живем в прекрасное время, когда в интернете можно найти все. Но проще это сделать на портале Локали, который объединяет людей, живущих в разных городах, в разных странах, интересующихся историей и культурой этих городов и желающих рассказать об этом туристам. Вот именно на портале Локали мы нашли Аню, познакомились там с ней. Здорово, что до того, как мы еще заказали экскурсию, была возможность пообщаться, задать какие-то вопросы, есть чатик. То есть можно списаться с человеком вообще из любой точки мира и просто поболтать. Для начала, ну а потом отправиться на совместную прогулку. Если вы планируете путешествие и хотите организовать для себя вот такую индивидуальную экскурсию с индивидуальным подходом, то обязательно заходите в описание к этому ролику, там вы найдете ссылочку на проект Локали. И не просто ссылку, зарегистрировавшись по этой ссылке, получите еще и скидку 1000 рублей на первую экскурсию от Локали. Вообще здорово погулять с человеком, который переехал, может что-то сравнить, отметить интересные моменты именно для носителей нашей культуры. Не просто экскурсия, а еще и ценный опыт, который тут же можно применить на практике, между прочим. Если вы спросите, к примеру, местного жителя, что он выберет, спагетти или белую вареную фасоль с мясом, он скажет, конечно же, белая вареная фасоль. И вообще помните, что паста в Турции, это не паста баланьезы, это торт. Все кондитерские называются пастаноси, и паста переводится как торт. А спагетти, они называют вот макарно-спагетти, не паста. Вы видели, они кричат, постоянно вызывал, личные продавцы мешают, устраивают шоу. И они продают мараж, турецкое мороженое на основе козьего молока. Оно отличается от всех обычных брендов, потому что в нем добавление козьего молока и корня орхидеи. Оно более сливочное, тягучее, его постоянно нужно замешивать, чтобы оно не твердело. Кангурма – это просто мороженое, все. А мараж – это именно турецкое козье. Внизу находится шарик козьего мороженого мараж, а сверху халва, но необычная, из манки. Он называется ирмик халвази, ирмик в переводе халва. Полевается все это таким сиропом. Слушайте, вы так рассказали, что хочется, да, прям взять это, слезть. Продолжим тему питейных традиций чаепитием. Как нам рассказала Аня и как мы видим здесь в ресторане, в Турции очень популярно пить не кофе, как может показаться, да, турецкий кофе вроде бы на слуху, а именно чай. И смотрите, тут его подают вот в таких самоварах. Мы уже понаблюдали, как это делают другие. Вот тут вот стоит заварничек. Мы берем вот такой стаканчик, наливаем заварку. Другие где-то так наливают, я сделаю так же. Заварник мы можем оставить на место, чтобы он подогревался, там идет пар, и это все время горячее, надеюсь, что оно не упадет. И здесь у нас такой вот самоварчик, мы добавляем кипяток. Из таких чашечек в Турции пьют чай, и она напоминает форму тюльпана. И в Турции считают тюльпан одним из своих главных символов. И уверены в том, что тюльпаны появились именно здесь, а в Голландии уже потом. В этом парке, название которого пока что довольно сложно для меня для произношения, очень классные места, чтобы посидеть с видом на море. Тут вдоль берега на возвышенности такие террасы, и там рестораны. То есть под открытым небом очень-очень много столиков, очень много мест. Ну, а если вы не планируете идти в ресторан, то посидеть можно вот просто на лавочке. Тут играет музыка, тут очень спокойная, размеренная атмосфера, и чудесная набережная с пальмами. Морюшко! Все-таки попробую сообщить вам название этого парка. Кора Леоглу. Я справилась. Ближайший парк к старому городу. Чудесное место с видовыми ресторанами в тени деревьев. Вообще в центре Анталии много панорамных площадок, но тут как-то особенно уютно, расслабленно. Идешь под пальмами вдоль моря. И просто хорошо. Парк в целом современный, но приводит нас к одному древнему памятнику. Башня относится к римскому периоду, и раньше у нее была остроконечная крыша. Она выполняла сразу две важных функции. Была и оборонительной, и роль маяка на ней тоже лежала. Это древнее сооружение – один из символов современной Анталии. Тут постоянно проходят раскопки. Если присмотреться, то само квадратное основание лежит ниже кварталов старого города. А культурный слой еще больше уходит на глубину. Другой символ города – часовая башня. Ее построили в 1901 году. Тогда император Германии Вильгельм II передал в подарок дружественной Османской империи партию часов для фасадов. Во многих городах Турции начали строить башни с часами. Наверху башни мы увидели людей, подумали «класс, на башню можно подняться». Обошли ее по кругу, но входа нет, никаких дверей. Ну и тут мы поняли, что поднимаются туда особенным образом. Даже в Анталии, которая больше ориентирована на туризм, не на культурный, городской, а на пляжный, можно прочувствовать Турцию и то столкновение культур, которое когда-то здесь произошло. Вот проходишь мимо этих самых древних зданий в центре города, и вы сами все видите. Многие мечети в прошлом – византийские храмы. Анталия была основана в 159 году до нашей эры, то есть больше 2000 лет ей. По легенде, один из царей эллинистического пергамского царства, Оттал II, приказал своим подданным найти самое красивое место на земле. Как вы понимаете, им стала эта бухта, где и решили возвести крепость. В 133 году город завоевали римляне. Анталия получила статус зимней резиденции императора Адриана. В честь его первого визита построили триумфальную арку, сейчас она называется Адриановы ворота. Единственные входные ворота городских стен, которые сохранились до наших дней, и нам очень повезло. Мы можем пройти по оригинальной римской дороге. В пик туристического сезона ее обычно прячут под стекло, чтобы сохранить. В камнях заметны впечатляющие борозды. Такие колеи появились от колес телег, проезжавших через ворота. Давайте войдем в город через старые ворота. И если вам видно, вы можете понять, какой здесь другой уровень земли. То есть я сейчас стою сильно-сильно внизу, потому что есть такое понятие культурный слой. Города немножечко подросли за тысячелетия своей истории. И вот я сейчас поднимаюсь из прошлого в настоящее к вам. Римский период в 11 веке сменил Сельджукский. Тогда здесь начал распространяться ислам. Потом была власть Византии. В 1216 году турки второй раз взяли крепость. Сражение, сражение, сражение. А как иначе, когда город построен в самом красивом месте на земле? Еще и стратегически значимым. Во времена Османской империи важный торговый порт. Каждая эпоха, конечно, оставила свой отпечаток. И в архитектуре, и в традициях. Старый город – это как визуализация столкновения культур. Такой 3D-аттракцион для тех, кто с трудом представляет, как может соединиться, казалось бы, несоединяемое. Ой, кстати, смотрите. Тут на двери есть вот такие ручки. И Аня нам рассказывала, что раньше это традиция. Раньше делали две ручки, справа и слева разные. Они имеют разный звук. Знаете почему? Потому что в одну ручку стучит мужчина, если он приходит кому-то в дом в гости, а в другую стучит женщина. И по звуку стука хозяин сразу понимает, кого он встречает на пороге. В этом районе нельзя спешить. Тут нужно присматриваться, присматриваться к деталям. Они очень интересные, очень изящные. Тут красивые ручки, вот эти стучалки сейчас на дверях вешают одну. Оформление входа, оформление двери, фонарики. И все это вместе создает удивительную атмосферу. И это, наверное, один из самых каких-то сказочных средневековых городов. Он вообще не мрачный. Он какой-то праздничный, даже какой-то нарядный и очень фотогеничный. Возникает ощущение, как будто бы для вот этого района специально разрабатывали дизайн-проект. И над его оформлением трудилось несколько архитекторов. Настолько тут все как-то гармонично, подходит одно к другому. Разное, но вместе с тем сочетается и создает какую-то удивительную атмосферу. Конечно, нельзя сказать, что все дошло до нас в первозданном виде. Это результаты бережного отношения, современной реставрации, где-то реконструкции. И грамотной работы с арендаторами и собственниками. В 1984 году Турция даже получила золотое яблоко. Это туристический Оскар за старый город Анталии. Часто исторические центры городов бывают такими, даже немножко мрачноватыми. В Анталии нет. Очень светло, очень зелено, много деревьев. И какие деревья, посмотрите. Тут растут апельсины. Огромное дерево. Тут, кстати, довольно крупные апельсинчики. И они уже, наверное, даже поспели. Но не только апельсины. Рядом с апельсиновым деревом у нас тут еще и лимонное дерево. Просто в ассортименте, как будто бы на фруктовом рынке. Да, я не удержалась. Я дотянулась до апельсина и сорвала его. На самом деле, нам сказали, что это можно делать. И что даже турки тоже подходят к деревьям. Рвут апельсинчики. Но надо знать, с каких деревьев рвать, а с каких нет. И дело тут не в том, где можно, а где нельзя. Дело в том, что апельсины разные. Вот на больших деревьях растут вкусные сладкие апельсины. А если вы увидите небольшое, маленькое декоративное деревце с не очень крупными апельсинчиками, то, скорее всего, они будут кислые. И турки их собирают для того, чтобы варить из них варенье. Ну, а вот этот можно и скушать. Ой, пахнет вообще очень классно. Когда-то Калечи – это отдельный город. И сейчас это город в городе, со своей жизнью. И тут, кажется, есть все. Даже своя улица ресторанов. Конечно же, столики под открытым небом. Предложения. Самые разные. Турецкая кухня, европейская, что угодно. И очень, очень классная атмосфера. Улица ресторанов заканчивается кошачьим рестораном. Вот здесь они устроились и уже начинают свой обед. Кошки, котики, коты. Не знаю, как во время туристического сезона, а сейчас кажется, что именно эти пушистики и есть. Те, кто по-настоящему рулит в городе. Они оккупируют лавки и самые тепленькие места. Они могут забраться на колени, пока ужинаешь в ресторане. И не стоит зевать, иначе тарелка быстро опустеет. У них есть свои дома на берегу моря. И режим неоконья в духе крика, если что-то не устраивает. Уличных животных, таких как кошек, очень почитают местные жители. Администрация города привозит каждый день специальные службы. Воду, корм, строит кошки на дома. Почему? Потому что есть легенда. Потому что во времена Османской империи на одного из султанов было запланировано нападение. В кафтан положили змею, а кошка ее загрыла и спасла его от смерти. Поэтому даже если кошка забежала в мечеть, это не критично. Местные жители на это спокойно реагируют. Потому что в целом мечеть запрещено посещение животных. Но котам разрешено. Почетные гости, местные жители отелей, гости ресторанов и кафе. Властвуют в этом городе из бродячих животных, судя по всему, кошки. Но тут район явно принадлежит собакам. Сразу пять песиков вокруг. Куда-то все побежали. Местные жители Вечер в историческом центре шумный и оживленный даже зимой. Анталия не вымирает. Эпицентр веселья тот же район Калеичи. Музыка, дискотеки, бары. Это, кстати, важно понимать, когда бронируешь гостиницу. Давайте я вам расскажу, где мы здесь остановились. Это, как вы уже поняли, не all-inclusive отель. Мы будем жить в историческом центре. Это называется Медитера арт-отель. И здесь в районе Калеичи или Калеичи, как его еще называют, очень много бутик-отелей. Вот посмотрите, достаточно просторная комната. Сразу четыре окна и даже пятое окошко есть. Это недорогой отель. Он стоит где-то в районе двух тысяч за ночь. В принципе, тут достаточно все просто. Есть и более крутые отели. Но он вполне себе подходит для того, чтобы остановиться здесь на выходные, как у нас получается. Номер просторный. Есть шкаф, есть холодильник с мини-баром. Ну, мини-бар, понятное дело, что за дополнительную плату. Мы вам покажем дневные планы отеля, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит, когда заходишь в номер. Какие проблемы есть, когда останавливаешься здесь, в Анталии, вне сезона? В отелях очень холодно. Сами как бы здания с такими достаточно тонкими стенами. И тут нет центрального отопления, в принципе, в Турции. Поэтому кондиционер работает на полную мощность. Но он, конечно, не успевает за одну секунду обогреть все это помещение. Поэтому приходится долго ждать. Вот так выглядит наша ванная комната. Интересен вид из окна, но лучше его посмотреть днем. Ну, кстати, вечером тоже довольно занятно. Тут уже жили люди, и они собрали самый лучший урожай. Кстати, сейчас как раз апельсины зреют и очень вкусные. Ну, и один нюанс, особенность, когда останавливаешься в этом районе, в историческом центре, в Калече, это громкая музыка из ресторана. В данном случае рядом с отелем находится ресторан. Ну, и как бы от него слышны звуки далеко так на окрестности. Поэтому не только вот этот отель, но и ближайший. В принципе, вот этот район Калечи, его сложно назвать таким прям супер тихим. Именно ночью, особенно некоторые улицы, где находятся рестораны и бары. Поэтому, к счастью, музыку в 12 выключают. И это действительно так происходит. Мы ждем в 12, чтобы уже можно было лечь и поспать. Ну, и ждем, когда наш кондиционер натопит здесь. Вы готовы проснуться? Вашему вниманию турецкий завтрак. Шведский стол на отдельно взятом столе. Нет, это мы не психанули. Это такая традиционная подача. Причем история не только для туристов. В семьях происходит почти то же самое. Завтрак в Турции – очень важная часть дня. Да, турецкий завтрак – это такое серьезное мероприятие. Ну, и нужно для него закладывать достаточное количество времени. То есть, это не тот случай, когда за 15 минут взял, перекусил и побежал дальше. Тут надо посидеть основательно, все попробовать, выпить литр чая. Анталия – большой город. Примерно на 30 километров вытянулась вдоль моря. Туристическая столица, миллионник. Если в историческом центре при желании все можно обойти пешком, то к некоторым красивым местам без транспорта не доберешься. В Анталии нет каких-то сервисов для того, чтобы вызвать такси с телефона, но тут система другая. Посмотрите, на многих столбиках вы увидите вот такую коробочку с кнопкой. У нее, кстати, есть номер. Для того, чтобы вызвать такси, просто нажимаете на кнопку и ждете машину. Ну, нам сейчас никуда ехать не надо, поэтому мы не будем дергать водителя, который стоит позади нас. Но говорят, что система работает и все в порядке. А еще здесь есть отдельные стояночки такси, куда можно подойти прямо к ним и там взять машину. В Анталии такси работает по счетчику. То есть просите водителя, чтобы он его включил, чтобы не возникало каких-то недоразумений в конце поездки. Кто-то не так посчитал или где-то кто-то не так поехал. В общем, сразу включаем счетчик, просим и смотрим, сколько получилось в итоге. После Москвы такси здесь не кажется дорогим. Доехать из Калейчи в аэропорт примерно 90 лир по счетчику. По Анталии можно перемещаться общественным транспортом, и это будет намного дешевле, чем если пользоваться такси. Ань, расскажите, как купить вообще карту, что нужно сделать, чтобы приобщиться, так скажем. Можно купить два вида карты. Ставлены пластиковые карты, это социальная проездная карта для постоянного передвижения по городу, которая имеет возможность пополнения. Или же купить картонный билетик, который будет у вас на две поездки. Синяя Сатын Ал Акылы карта – это пластиковая карта, и кулан зелененький, а билет – это временный проездной, то есть единоразовый. То есть она получается 11,50 лир. 50 лир – это за карту, а дальше вы пополняете на проезд. Проезд 4-10 лир. Важный пандемийный момент. Чтобы пользоваться общественным транспортом, карту нужно прикрепить к своему ХЭС-коду. Он есть у каждого жителя, его должны получить все, кто въезжает в Турцию. Для этого заполняем форму на сайте местного Минздрава. Общественный транспорт, мы можем пущать только с посходами. Отметка появилась, когда вы заходите. Торговый центр тоже необходимо предоставить. Театры, различные все закрытые общественные места. И получается то, что идет ваше передвижение. Если в этот момент, в этом месте, к примеру, было какое-то заражение, или для местных граждан подвязка между родственниками, если один заболел, то в системе это отражается. Приложение называется Hayat FCR. Заходите, и здесь отображаются данные, сразу же ваши. И по ХЭС-коду можно проверить состояние. Вот у меня показано, да? Нет рисков. Я везде, где предоставляю, идет моя отметка, и потом считывается. Также можно посмотреть территорию, на которой, к примеру, там... Есть риски. Есть риски, да. Как там наш район калечий? Повышенный риск? Нет. Нет? Все в порядке, да? В туристической зоне все в порядке. Повод выехать из исторического центра есть, и весьма внушительный. Обычно такие достопримечательности труднодоступные. А тут, в черте города, самый настоящий водопад. И не просто водопад. Со скалы река устремляется прямо в море. Удивительное зрелище. Очень-очень необычно стоять просто на границе водопада. Вот, от меня до водопада буквально полтора-два метра. Тут вода такая, как будто бы тягучая даже. И дальше, ну, через несколько метров она падает с обрыва. Я не знаю, вы по видео не поймете, это очень сложно передать картинкой. Но вот, когда стоишь здесь рядом, очень-очень необычные впечатления. Я повторяюсь, но, как обычно, в таких случаях слов не подобрать. Это Нижний Люденский водопад. Высота падения около 45 метров. Вокруг приятный парк и площадки с прекрасным обзором. К водопаду есть и морские экскурсии. Наверное, тоже впечатляет. В северо-восточной части города, где-то в 15 километрах отсюда, можно добраться к верхнему водопаду. Ну, а здесь, помимо очень мощной красоты, еще и спотинг-бонусом. Совсем рядом аэропорт, и самолеты заходят на посадку с моря. Котинг тоже прилагается. Такой своеобразный all-inclusive. Кстати, сейчас мы максимально близки к той самой для кого-то главной турецкой достопримечательности. Совсем рядом песчаный пляж района Лара. Считается весьма развитым, с хорошими парками, инфраструктурой и элитным жильем. На другом краю города еще одна местная звезда – Кони-Ялты. Тут уже 8 километров галечного пляжа. Восхитительного цвета вода и горные пейзажи. За одной из возвышенностей скрывается весьма необычный пляж – женский. Кадынлар пляж. Женский пляж. Кадын – это женщина. 65% женщин закрыты. То есть носят платок. И когда они приходят на муниципальный пляж, у них также специальные купальные костюмы, которые покрывают голову полностью. И это периодически для многих дискомфортно. В 2019 году администрация города приняла решение открыть вот такой пляж. До 6 часов посещение, возможно, только в женском составе или дети до 3 лет, мальчики. А если я на этот пляж приду в своем купальнике? Ну, в открытом купальнике. Как раз-таки и мусульманские женщины, и европейки туда могут посещать все. И там даже топлива женщины сгорают. Потому что гора закрывает просматриваемость. Там, получается, проходит трасса на Кемер. Просматриваемости нету сверху. По бокам полностью сделано ограждение. Стоит и охрана, и выстроены стены. И это получается как такой закрытый оазис. Я не против пляжного отдыха и сама очень люблю море. Я не против концепции all-inclusive. Здорово, что кому-то она дает возможность провести отпуск красиво, сыто. Но Анталия больше, чем просто хорошие отели. Оказывается, отличное направление, чтобы совмещать и курортный релакс, и культурный городской туризм. Ну и для тех, кто досмотрел до конца, будет сейчас признание. Вообще, мы не собирались останавливаться в Анталии и думали отправиться сразу куда-нибудь дальше. Потому что все, что я до сих пор слышала об этом городе, это что-то из серии «Нет, только не в Анталию». Ну, типа, тут неинтересно, скучно, делать нечего. И вообще, курорт для бедных. Я очень рада, что мы все-таки никого не стали слушать. Решили сделать свои наблюдения, сами изучить этот город, погулять по историческому центру. Могу сказать, что нашли очень много всего интересного, красивого. И вне сезон приехать сюда, даже просто погулять на выходные, подышать морским воздухом, полюбоваться вот этим бесконечным синим и прекрасными закатами, которые уходят за горы, мне кажется, очень классная идея. Субтитры сделал DimaTorzok